Это первая каменная пожарная часть в Самаре, построенная еще в XIX веке на полицейской, а ныне хлебной площади по проекту архитектора Александра Щерпачева. В здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения, сегодня размещается музейно-выставочный центр. Впервые посетителями этого музея стали иностранные студенты – участники Международной зимней школы Самарского университета имени Королева. За время учебы они узнали не только о развитии ракетно-космической отрасли в России, но и об истории пожарного дела в городе на Волге. Студентам рассказали много интересных фактов, например, что пышные усы у пожарных XIX века – это не дань моде, а жизненная необходимость – самодельный респиратор. В музейно-выставочном центре отражены все направления деятельности МЧС России и спасательной службы в целом. Задействованы основные помещения трехэтажного здания с применением интерактивных элементов и мультимедийных технологий. Посетителям показали фильмы о самых страшных пожарах позапрошлого века, в которых Самара выгорала почти полностью. Огонь уже приближался к литейной конторе. В это время поднялась ужасная буря, которая в одно мгновение охватила своим пожирающим пламенем все. Народ с ведрами, баграми, лопатами спешит к месту пожара. На третьем этаже музея разместились раритетные средства тушения огня. Например, восстановленная пожарная труба на четырехколесном ходу 1904 года. По-другому – ручной пожарный насос. Было два створника, они держали ствол, а остальные рукавники поправляли рукава, чтобы не было перегибов, накладывали шины, потому что рукава тогда были из кожи. Еще один атрибут пожарной части XIX века – каланча. Это был не только наблюдательный пост, откуда дежурный, следил за окрестностями, но и пункт оповещения. В случае пожара днем на каланче вывешивали определенный набор флагов, шаров и табличек. Ночью зажигали фонари разных цветов. В музее представлено пожарное вооружение, средства, индивидуальные защиты, экипировка и оборудование пожаротушения. Посетителям дают примерить костюм пожарного. Китайские студенты поделились с нами своими впечатлениями от экскурсий и поездки в Самару в целом. Я думаю, это очень значимое и памятное место. Мне понравилась экспозиция. Тушение пожаров – нужное дело. Но я рекомендую всем относиться внимательно к своим поступкам, чтобы не отпускать больших возгораний, потому что это очень страшно. Борьба с огнем важна для людей всего мира, неважно, где вы живете – в России или в Китае. Я тоже думаю, что очень важно заниматься профилактикой пожарной безопасности. А еще мне очень понравился Самарский университет. Там так много двигателей и понравился самарский шоколад. Экскурсия проходила на русском языке с переводом на английский, поскольку студенты зимней школы выучили пока только несколько слов и выражений. Напомню, что 18 студентов и один преподаватель из Северо-Западного политехнического университета Китая приехали в Самару, чтобы постигать тонкости проектирования и эксплуатации авиационной техники и двигателей летательных аппаратов. В промежутках между занятиями Самарский университет организовал для студентов из Поднебесной насыщенную культурную программу. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. Специально для... Самара Пизис!